Драм-кружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота. Возможно, по такому принципу поступила героиня нашего следующего материала и Елена Дружинина, которая записала свою дочь Марию в танцевальную студию креативного центра Глеков Art Project в Краснообске. В один непрекрасный день матери позвонили и сообщили, что дочь получила компрессионный перелом позвоночника во время тренировки. При этом сама компания отрицает свою вину. В подробностях конфликта разбиралась корреспондент программы Екатерина Вавкудан. Тренер по хореографии, он же руководитель этой компании, придумал упражнение, когда ребенок должен с высоты человеческого роста падать на руки других детей. Причем это происходило не один раз. Два, три, четыре. Ну, конечно, на пятый раз она просто упала на голый пол, сломав себе позвоночник. Роковое падение произошло 28 мая этого года и поставила крест на любимом занятии 12-летней Маши. Ей еще не скоро можно будет репетировать новые танцы. Я не могла прям дышать. Особой боли не было, был шок. У меня потом темнело во глазах и пищало в ушах. Потом все уже стало более-менее, я смогла пойти домой. Травмированного подростка преподаватель со спокойной совестью отправил во свояси. Никакой медицинской помощи девочки не оказали и даже не вызвали скорую. Подбежали меня там, ну, успокоили, водички дали и все. Травмировали домой? Да. Промучившись ночь, то есть я-то, в общем-то, ну, упала, упала, упадение в танцевальном кружке хореографическом, что может быть. В итоге мы обратились в больницу на следующий день и у нас обнаружили серьезную травму позвоночника. Сначала медики диагностировали перелом двух позвонков, а позже выяснили, что их шесть. То есть мы обездвижены, три года мы не можем заниматься никакими видами спорта, ну и, соответственно, до Нового года мы находимся в домашнем обучении, находимся в корсете. Спать не надо на твердой поверхности, вот я сплю на дощечке, сверху нее небольшой тонкий матрасик, чтобы совсем не было больно. Также мне нельзя спать с подушками, поясница болит, когда утром просыпаюсь, прям спина, поясница, шея. По словам мамы, руководители по совместительству учредитель ООО «Глеков Арт Проджект», ответственности за происшествие брать не захотел, хотя не отрицал вины. Он говорит, да, это мой косяк, ну что, ну теперь можете петь за 50% у меня в компании, раз она больше танцевать не может. Как вообще, чья это вина, кто это? Ну вот для меня у меня одни вопросы после, так скажем, происходящего. Произошел несчастный случай, действительно несчастный случай, когда уже номер прогонялся для отчетного концерта уже под музыку, собственно, случилось такое, что дети не удержали девочку. Я попросил предоставить официальные документы, чтобы я мог оплатить корсет. Готов был предложить услуги массажа, договориться с организацией НИТО, да, то есть каким-то образом знакомые врачи, может быть, как-то помогли. То есть я готов был найти любые способы, чтобы помочь ребенку. Евгений уверяет, что родители Маши его предложения отвергли, зато выдвинули материальные требования. С меня потребовали 200 тысяч рублей, на что 200 тысяч рублей? То есть моя задача была оказать помощь ребенку, а у отца заработать денег. В итоге стороны не смогли договориться миром. После того, как Машу выписали из больницы, Елена Дружинина написала заявление в полицию, требуя возбудить уголовное дело и наказать виновных. Доследственная проверка длится до сих пор. Назначена судебно-медицинская экспертиза, призванная установить степень тяжести вреда здоровью несовершеннолетней. Ее результаты станут известны в конце октября. Между тем, руководитель творческой студии заявляет, что усилил меры безопасности на занятиях. Кроме того, всех воспитанников обязали иметь страховой полис. Я постарался исправить все свои ошибки, чтобы такого больше не допускать. Сейчас закупается оборудование, мягкий пол, чтобы мы могли максимально отрабатывать больше времени эти трюки. Ну и более внимательная работа самих педагогов. Стоит отметить, что ООО «Глеков Арт Проджект» не является образовательным учреждением, поэтому его деятельность не подлежит лицензированию. Соответственно, и контроль за такой формой организации со стороны надзорных органов не ведется. Соблюдались ли там меры предосторожности или травма Маши Дружининой стала следствием халатности, сейчас выясняют правоохранители. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.